Это новейшая разработка американских конструкторов. Артиллерийская бронемашина М-11-28 «Страйкер». Она принята на вооружении армии США в 2010 году. Её главная задача – защита пехоты в городских условиях и укреплённых районах. Бронемашина легка, манёврена и без особых проблем пробьёт любую стену, взорвёт бункер и защитит солдат от нападения боевиков. Создатели называют «Страйкер» истребителем танков. Правда, военные всего мира не спешат приобретать эту чудо-машину. Ведь минусов у неё намного больше, чем плюсов. М-11-28 – это модификация американского бронетранспортера «Страйкер» М-11-26. Он появился в 2003 году и предназначался для участия в локальных конфликтах. Машина могла перевозить 9 десантников. Относительно мощное бронирование позволяло защитить экипаж и солдат от огня и стрелкового оружия калибром до 14,5 мм с бортов и кормы. А лобовая часть выдерживала попадание 30-мм снаряда на дистанциях свыше 500 метров. Пулестойкие шины имели систему централизованной подкачки. Из вооружения БТР оснащался двумя пулемётами. Можно поставить 12,7-мм пулемёт, можно поставить 7,62-мм пулемёт, можно даже поставить 5,56-мм пулемёт, либо можно ставить 40-мм гранатомёт МК-19. То есть различные там есть переходники, которые обеспечивают установку того или иного оружия на вот этот боевой модуль. Первые же партии новых машин отправили в Ирак в 2003 году. Но реальные военные действия показали, что бронетранспортеры совершенно не приспособлены для тех целей, которые перед ними ставились. Ввод страйкеров обернулся настоящей катастрофой. Оказалось, что БТР совершенно беззащитен перед современными бронебойными ракетами. Иракские боевики использовали против американских солдат ещё советские реактивные гранаты от РПГ-29. Боевая часть этого боеприпаса тандемная и оснащена двумя зарядами. Первый пробивает броню, а второй уничтожает всё внутри машины. Однако, по словам военных, это не единственная проблема, с которой сталкиваются американские пехотинцы. Очень много нареканий на эту машину. И много технических неполадок идёт, в частности, по ходовой части, по трансмиссии. Да, и во время демонстрации на выставке в Париже машина стояла, под ней стоял тазик, куда стекало масло, технические жидкости. Главным достоинством страйкера военные назвали лишь относительный комфорт при езде по пересечённой местности. А вот недостатков было намного больше. Масса претензий вызвала вооружение. Из пулемётов и гранатомётов, которые устанавливались на крышу, невозможно было стрелять в условиях плохой видимости. Чёрно-белый экран управления огнём не позволял различать цвета машин. А этот фактор является очень важным во время полицейских операций. Чёрно-белый экран, монитор, на который выдаётся вся информация от тепловизора и из телевизионной камеры. То есть экран, я говорю, чёрно-белый. Очень затруднена идентификация целей. И были случаи, что часто вели огонь по своим. Эксперты предлагали больше не возвращаться к страйкеру. Но Пентагон всё-таки решил модернизировать машину, которая так плохо зарекомендовала себя в боевых действиях. Первым делом заменили вооружение. Конструкторы создали боевой модуль, оснащённый полностью автоматизированной башней. В ней установлена 105-миллиметровая пушка. Но современные эксперты отмечают, что это орудие малоэффективно против бункеров и других укреплений противника. И создаёт дополнительные неудобства экипажа. Введение огня, скажем так, из этого орудия, возможно, вдоль оси. Потому что при повороте под 90 градусов, огонь, в общем-то, из-за этого орудия уже проблематичен. И возможно переворачивание машины за счёт энергии откатных частей. Дополнительное бронирование у страйкера М-11-28 не предусмотрено. Конструкторы не хотели увеличивать массу машины в 18 тонн, чтобы её можно было перевозить на самолёте Си-130, который может приземляться на аэродромы низкого класса. Но габариты БТР всё равно не позволяют ему помещаться в Си-130. Это сделало бронетранспортер практически бесполезным. Например, российская самоходная артиллерийская установка 2С-25 Спрут-СД имеет массу 18 тонн, но при этом снабжена мощным танковым 125-мм орудием. Также имеет в полтора раза больший запас снарядов, гусеничное шасси и даже плавает. Она преодолевает водные преграды со скоростью до 10 км в час. Мало того, испытания показали, что даже при волнении моря в 3 балла бронемашина уверенно ведёт огонь по намеченным целям. Кроме того, у спрота преимущество ещё огромное в том, что он может использовать комплекс управляемого вооружения, то есть это поражать танки на дальности 5 км. Бронирование спрута почти такое же, как и у нового сталкера. Но более мощная пушка российской машины позволяет уничтожать больший спектр целей и делать это более эффективно. В последнее время армии большинства развитых стран сделали ставку на легко бронированную, десантируемую боевую технику. В ближайшее время она должна стать основой сил быстрого реагирования. Но похвастаться перспективными разработками и эффектными образцами в области создания такого вооружения без преувеличения может пока только одно государство в мире. Это Россия. В мире, в принципе, есть несколько направлений совершенствования танков и бронетехники. И вот направление снижения массы – это одно из основных. Вот то, что достигнуто в спруте, это пока ещё не достигнуто нигде. Орудия новые. В принципе, для нашей армии такой системы ещё не создавалось. Сравнить её просто реально близко не ищи. Продолжение следует...